В Тверскую область в декабре прибыла вторая партия препарата «Спутник Ви» против COVID-19. Вакцину получили в этот раз жители Твери из группы «Риска». Это врачи, педагоги и социальные работники. О том, как идет процесс вакцинации, как переносится прививка, расскажут те, кто привился еще в первую кампанию. Подробности в сюжете далее. Этот процесс строго регламентирован. Препарат должен храниться в специальных условиях. Вначале ампула достается из морозильной камеры, а затем в течение 30 минут размораживается. И только потом делается инъекция. Напомним, что колется она в два этапа. Вторая доза через три недели после первой. Не мочить, не чесать вместо инъекции. Не мочить сколько во времени? Двое суток. Медики, те, кто ежедневно на передовой в борьбе с опасной инфекцией, в группе «Риска». Детский врач-инфекционист Антон Воронов спешит на прививку. Доктор работает в инфекционном госпитале при детской областной больнице. О том, как тяжело протекает эта болезнь, видит своими глазами. Прививки – это то средство, которое поможет в какой-то мере хотя бы приостановить эпидемию. Ну и самому страшно. Есть семья, есть друзья. Поэтому и ответственность перед ними тоже есть. Тем более мы работаем с этими больными. Нам хочется себя защитить. Около 40 коллег Антона Воронов, работников ковидных госпиталей, привились еще в начале октября. Тогда в регион прибыла первая партия вакцины для отработки логистических вопросов, хранения и применения вакцины. Среди тех, кто первым привился от коронавируса в Тюри, руководитель реанимационной службы областной клинической больницы. У меня не было антител, хоть я работаю в красной зоне с апреля месяца. У меня не было антител, ну и не было никогда никаких симптомов комплексов. Я понимаю, что желание вакцинироваться, это показать другим людям, что вакцина была абсолютно безопасна и не испытывала никаких симптомов. Вакцину получили тогда несколько работников ОКБ. По словам врачей, прививку они перенесли хорошо. У всех есть наличие антител. Однако, как рассказал главный внештатый эпидемиолог Тверской области Александр Раздорский, после введения препарата все же возможны некоторые поствакцинальные проявления. Это нормальная поствакцинальная реакция организма. Я, как человек, который также в первую партию привился от новой коронавирусной инфекции, могу сказать, что на следующий день характерным проявлением является легкий гриппоподобный синдром с небольшой слабостью, возможным головокружением, подъемом температуры до 38 градусов, который сохраняется на протяжении одного, максимум двух дней. Главное не болеть ОРВИ и гриппом. В момент вакцинации не иметь антител и контактов с лицами, у которых подтвержден ковид. Также не рекомендуется инъекция тем, кто меньше месяца назад прививался от гриппа. Недавно в прямом эфире Тверского телеканала «Россия-24» о начале прививочной кампании среди медиков заявил глава региона Игорь Руденя. В Тверскую область доставлена вторая партия вакцины. Это 442 дозы. Помимо врачей, привиться могут и педагоги, и социальные работники. Перед тем, как зайти в процедурный кабинет, от вакцинируемого осматривает терапевт, измеряет температуру. Никаких анализов сдавать не требуется. Только тем, кто имел контакт с зараженными или уже переболел ковидом. Иммунитет вырабатывается спустя 42 дня после введения первого компонента вакцины. Соответственно, на протяжении всего этого времени нужно соблюдать все профилактические меры. Если антитела есть, то решение о вакцинации принимает непосредственно врач. Все зависит от уровня антител. В ряде ситуаций титр антител недостаточно высок, чтобы обеспечить защитный иммунитет. И в данной ситуации прививка может обеспечить укрепление. По предварительным данным, прививать от коронавируса будут пока только в областной столице из-за сложностей транспортировки и хранения препарата. Сейчас Тверская область во всеготовности начать посеместную прививочную кампанию. В ближайшие недели ожидается еще поставка до спутника ВИ. Но точные сроки пока неизвестны. На сегодняшний день работает один прививочный кабинет в поликлинике областной клинической больницы. Позже процедура будет проводиться еще в поликлиниках горбольниц номер один и номер семь. И в больнице скорой медицинской помощи. Бесплатно. Проконсультироваться по вопросу вакцинации можно будет в регистратуре поликлиник.